Всем привет на медицинском канале! Сейчас в средствах массовой информации полно апокалипсических материалов о грядущем конце света, очереди землетрясений, об участившихся природных аномалиях. В последнее время мир взволнован предположением ученых о появлении на земле людей шестой расы, людей индиго и так называемых санкциедов. Предполагается, что люди этой самой новой расы будут питаться исключительно энергией солнца и праной, космической энергией. Им не страшен мировой кризис и нарастающий дефицит продуктов питания в мире. Они живут в гармонии с природой, используют для жизни энергию солнца, омолаживаясь при этом душой и телом. Их феномен в наше время удивителен и необъясним. Однако все больше людей во всем мире становятся приверженцами автотрофного питания, которое открывает все невероятные резервы человеческого организма, заложенные в него вселенским разумом. Кто же такие санкциеды? Вот определение. Санкциеды – это люди, способные трансформировать энергию солнечного света и космоса в жизненную силу. Сегодня в мире насчитывается примерно 30 тысяч человек, которые питаются космической энергией. Возможно ли это в принципе? Эзотерики уже давно утверждают, что весь окружающий мир пронизан космической энергией, так называемой праной. Именно ею и питаются люди, которых принято называть санкциедами. Друзья, согласитесь, что каждый из нас в той или иной степени санкциед. Попробуйте провести сутки под землей, например, в пещере, и вылезти оттуда в яркий солнечный день. Что вы почувствуете? Наверное, то, как ваше тело наполняется живительной энергией солнца. Весь ваш организм изголодался поживительной энергией света и с удовольствием впитывает ее. Вы даже войдете в состояние эйфории. Получите кайф. Разве не так? Почему вам хочется летом позагорать на солнце? Разве при такой процедуре в вашем теле не вырабатывается витамин D3? Другими словами, солнечную биологическую энергию мы все-таки используем в той или иной степени. Вопрос. Время от времени в человеческой популяции возникают самые разнообразные мутации. Вы действительно верите, что случайная мутация в организме некоторых людей, позволяющая в большей степени использовать энергию солнца, чем обычные люди, невозможна? Вы действительно уверены, что такая мутация исключена? В свое время, а точнее в 1925 году, о неизбежности появления новой расы людей писал Владимир Иванович Вернадский в статье «Автотрофность человечества», напечатанной в солидном французском журнале. Вот цитата. «По мере созревания всей поверхностной оболочки планеты, оккультуривая все возможные биоцинозы, человечество должно овладеть непосредственным синтезом пищи из минеральных источников. Пока человек в питании зависит от остального растительного и животного мира, он не может в достаточной степени быть обеспеченным. Подойдя к пределу своего охвата природой мыслью, человечество должно перейти к иному способу питания, автотрофному, синтезируя пищу непосредственно из пространства. Собственно, это будет уже не человек, а какое-то другое разумное существо». Еще раньше, в 1880 году, другой украинский ученый-энциклопедист, физик, математик, экономист, философ, политик, доктор медицины с правом медицинской практики, общественный деятель, создатель физической экономии, политэкономист, социалист, один из основоположников ноосферного космизма, получивший признание и развитие работ Вернадским, Циолковским и Пригожиным и другими последователями ноосферного космизма с системой методологии естествознания и деятельности человека, Сергей Андреевич Подолинский, доказывал механическую необходимость солнцеедения, чтобы стать совершенной в термодинамическом смысле машиной, то есть не растрачивать в процессе работы энергии, а собирать ее, человечество должно отказаться от использования запасенной растениями солнечной энергии и напрямую подключиться к Солнцу. Ничего не есть или почти ничего не есть, пить только воду или вообще не пить? Возможно ли такое? Человеческие способности могут быть просто фантастическими. В разные эпохи люди демонстрировали удивительные навыки выживания в самых тяжелых условиях. В истории зафиксировано немало случаев продолжительного проживания людей без воды и пищи. Святая Анжела из Фоленьо не ела и не пила 10 лет, Екатерина Сиенская 8 лет, Святая Людвина 20 лет, Серафим Саровский тысячу ночей простоял на камне в лесу, взывая к Богу. Схимники Ефимий Печерский, преподобный Силуан подолгу отказывались от пищи. Известен аналогичный опыт буддист и йогов. Самыми известными санциедами являются Джасмухин из Австралии, Зинаида Григорьевна Баранова из России, Николай Николаевич Долгорукий из Украины, Шри Хира Ратан Манек из Индии и другие. В общей сложности, по различным данным, на Земле проживает от нескольких сотен до 15 тысяч, а по другим данным до 30 тысяч санциедов. В Индии живет йог Палат Джани, которому на момент официального обследования в клинике было около 80 лет. По словам йога, он не принимает пищу и воду около 70 лет. Ученые и медики заинтересовались феноменом йога и с его согласия он был помещен в госпиталь индийского города Ахмед Бада, где специально для него была оборудована палата. Палата была оснащена всевозможным оборудованием и видеокамерами, позволяющими круглосуточно следить за ходом эксперимента. По условиям проводимого исследования, Палат Джани не ел, а воду ему давали в количестве 100 мл для полоскания рта. Затем воду забирали для лабораторного анализа. В палате отсутствовал туалет, и, к удивлению медиков, йог в нем и не нуждался. По результатам обследования выяснилось, что вырабатываемая моча всасывалась обратно в стенки мочевого пузыря. Эксперимент продолжался в течение 10 дней, и ученые авторитетно подтвердили чистоту его проведения. Хотя сейчас в интернете появилась информация, что не все так было и чисто. В частности, он якобы выходил на улицу для подпитки энергии солнца и общения с учениками, где не было камер видеонаблюдения, или принимал ванны в этой клинике, где также не было камер видеонаблюдения. По словам медиков, за это время в организме испытуемого не произошло никаких изменений. Физическое состояние организма было оценено как организм здорового 40-летнего мужчины. Хотя врачи так и не поняли, почему не происходит интоксикация организма, которые обычных людей приводят к гибели уже через несколько дней. От дальнейшего проведения эксперимента йог-отшельник отказался. Еще один пример, уже ближе к нашей ментальности, это Зинаида Баранова, женщина, которая не ест. Зинаида по специальности инженер-технолог масложировой промышленности, 5 лет работала на заводе Свердловский, потом переехала в Краснодар. Ее воспитывали материалисткой до мозга костей. Баранова состояла в КПСС и даже занимала пост секретаря первичной партийной организации в крупном НИИ. И, наверное, было бы сейчас обычной российской пенсионеркой, если бы не случилась в ее жизни череда несчастий. Сначала умерли родители, а затем в расцвете сил погиб в автокатастрофе 18-летний сын. Началась тяжелая депрессия. На нервной почве развились сердечно-сосудистые расстройства, стали болеть суставы. Зинаида обращалась к врачам, и в конце концов ей дали вторую группу инвалидности. Жизнь потеряла краски, и 10 лет женщине понадобилось, чтобы прийти к решению, надо кардинально менять свою жизнь. Вот что она рассказывает. Я испробовала несколько нетрадиционных способов оздоровления. Применяла систему закалки Порфирия Иванова, обливалась холодной водой, ходила босиком круглый год, отказывалась от мяса и рыбы. Потом приобрела небольшой домик в предгорьях Кавказа и долго жила там одна. Ела только растительную пищу, то, что выращивала сама и то, что собирала. Так прошло еще 7 лет. Наступил март 2000 года, и ей пришло духовное видение существовать без еды. В процесс голодания Зинаида вошла легко и даже с радостью. Начинался пасхальный пост, и к тому же она и раньше подолгу жила на так называемой водно-бульонном режиме питания. Однако спустя 2 недели тот же внутренний голос рекомендовал «А теперь воздержись и от приема жидкости». С этого момента начались трудности. Видимо, в организме шла глубинная очистка, вспоминает Зинаида, которая сопровождалась слабостью, судорогами, сухостью во рту, вибрацией во всем теле. Кожа стала шелушиться и вскоре покрылась комаринными укусами. Так описывает свое состояние женщина. По-видимому, организм учился извлекать влагу из воздуха через кожный покров. Ходить было тяжело, а подниматься по лестнице практически невозможно. Временами становилось страшно. Лишь спустя полтора месяца мое состояние нормализовалось. С тех пор обхожусь без пищи и воды, то есть без физической пищи. На самом деле мой организм питается, но из других источников. Он усваивает неосажденную энергию солнца и сам преображает ее в то, что ему необходимо. А я этот поток не ощущаю, но знаю, что он постоянно поступает. Это происходит так же естественно, как дыхание. Правда, на этом трудности не закончились. Еще 9 месяцев продолжалась работа над негативными мыслями, с которыми Баранова боролась, читая молитвы. По мнению кандидата медицинских наук, психофизиолога Александра Клюева, который обследовал Зинаиду, Баранова просто перешла на принципиально иной уровень существования – вибрационный, а классическая медицина его зафиксировать не в состоянии. Каждый орган тела выработал в себе вибрационного двойника. В итоге Зинаида трансформировалась в принципиально новое существо – автотрофного самодостаточного человека. Что означает автотрофы? Это люди – растения. Если говорить буквально, то автотрофы – это организмы, синтезирующие из неорганических соединений органическое вещество, используя при этом энергию Солнца. Правда, люди, в отличие от растений, не содержат в своем организме хлорофила, который перерабатывал досолнечный свет в органику. Возникает вопрос – за счет чего все-таки они живут? У солнцеедов наблюдается существенная перестройка организма под новое энергетическое питание, чего добиться за один день или год практически нереально. Они сделали скачок в своем развитии, перешли на новый уровень эволюции, когда потребность материальной пищи отпадает. При исследовании мозга солнцеедов было определено, что их мозг работает, в отличие от мозга обычных людей, в зоне более низкой вибрации. По утверждению самих солнцеедов, эта особенность позволяет им питаться энергией Солнца и энергией праны. Физиологическим же отличием от обычных людей является увеличение эпруфиза – шишковидной железы. Специалисты, изучавшие солнцеедов, пришли к выводу, что это особый вид трансмутации, в результате чего люди приобрели способность ассимилировать влагу из воздуха, а энергию из космоса. О существовании космической энергии праны или ци, которая пропитывает мироздание, говорят все эзотерические учения мира. Так вот, питаться праной могут только те люди, мозг которых настроен на определенные вибрации. При изучении головного мозга солнцеедов выяснилось, что он работает у них не как у обычных людей. Меняется состояние души и тела из-за того, что они все улавливают на более низких вибрациях. Солнцееды, пытаясь обосновать свою теорию, опирается на индуистскую философию и древнеиндийские тексты, многие из которых, кстати говоря, подтверждает современная физика. Центральным понятием для санциедов является прана – вездесущая, но незримая жизненная сила, а разлитая по Вселенной. Проникая через легкие поры, прана наполняет и душу, и тело человека. Питание праны осуществляется через поглощение не только солнечных лучей, но и энергии воды, земли, воздуха. Солнцеедению – родственные такие понятия, как пранаедение, йогическая практика бегу и их западная версия братарианства. У индуистов многолетняя аскеза с жестким ограничением питания является традиционной практикой, о чем свидетельствуют тексты их религиозных книг. Еще солнцееды бывают разные. Все зависит от уровня подготовки. Некоторым требуется немного пищи, некоторые не едят вообще. Кто-то из них пьет воду, кто-то нет. Как и в каждом деле, в солнцеедстве также нужна определенная подготовка. Солнцееда может стать любой, однако одной веры все же недостаточно. Известны случаи, когда люди без определенной физической и психологической подготовки, просто наслушавшись лекции профессиональных солнцеедов и начитавшись литературы, полностью отказывались от еды и умирали от истощения. Солнцеедство – это определенный путь самосовершенствования, духовного и физического развития, цель которого путем долгой подготовки а раскрыть работу внутренних органов на другом уровне, выйти на новую ступень дыхания, когда отпадает необходимость материальной пищи, когда организм проходит радикальную перестройку на клеточном уровне. Николай Николаевич Долгорукий – солнцеед из Запорожья. К переходу на солнечное питание он шел постепенно. Сначала занимался хатха-йогой, а затем восточными единоборствами, позже – фитотерапией. В 1993 году получил высшее образование по специальности биоэнергоинформатика и психокоррекция, а в 2003 году отказался от пищи и с тех пор живет на воде, чай с медом и изредка балует себя кипятком со специями для ухи. Земные продукты ему заменила пространственная энергия. Солнце, воздух и вода – вот и вся моя еда, говорит Николай Долгорукий. С 25 августа 2003 года ничего не ем. Смотрю на солнышко от 5 часов в день, мой рекорд 13 часов. Хожу по земле босиком, сплю и зимой и летом на улице, либо в одной из пирамид, которые он сооружает во дворе собственного дома. И по его словам, которые обладают целебными свойствами и энергетически связаны с такими же строениями в Египте и даже на Марсе. Поначалу я пил молоко и какао. Сейчас употребляю только заряженную воду, чуть не доведенную до кипения. В чашке размешиваю чайную ложку меда и пью около 10 таких чашек в день и все. Энергии Солнца и космоса, возможности организма в отношении фотосинтеза мне вполне хватает. Я даже чувствую, как кровь у меня обновляется. Всеми моими действиями управляет Бог. Я, словно через интерфейс, получаю информацию, что и как делать. Для этого достаточно погрузиться в безмолвие. Солнцеедом может стать любой. У меня нет секретов. Я готов пройти медицинское обследование, которое даст возможность изучить феномен солнцеедение. Я даже рад, что появляются последователи. Готов делиться своими знаниями, но не с праздными, любопытствующими, а с теми, кто желает изменить себя. А в Квинслинде живет другая живая легенда 21 века. 57-летняя Джасмахини. Интеллигентная и образованная женщина, называющая себя Джасмухин. В течение 20 лет она была вегетарианкой, а с 93-го года вообще не ест никакой пищи. Она также, как и все остальные, уверяет, что питается энергией солнечного света, усваивая ее посредством праны или жизненного дыхания, которое, согласно верованиям индуизма, является носителем принципа жизни. Во время глубоких медитаций ей является видение ангелов и духовных наставников, уже закончивших свой жизненный путь на Земле. Благодаря контактам с ними Джасмухин передает их мудрость окружающим и руководит международным обществом, оказывающим положительное влияние на развитие человеческого сознания. Австралийка Джасмухин уверена, что все дело в вибрации, которой заполнена Вселенная. Каждый человек, то есть его мозг, словно радио. Мы постоянно передаем сигналы во Вселенную и принимаем их, а вибрируют атомы. Понижая частоту вибрации мозга, скажем, с помощью медитации до 0,5-3 колебаний в секунду можно менять состояние тела и его возможности. Человек обретает не только способность обходиться без пищи, питаясь энергией космоса. Человеческий организм способен трансформироваться и получать энергию через атомы. Нас просто кормят по-другому. Мы едим частицы космоса. И еще несколько слов о медицинских исследованиях санциедов. Попытки провести различные испытания, проверки и так далее могут навредить духовному настрою санциедов. Общение с жесткими скептиками всегда снижает вибрации, высокий уровень которых необходим для существования без пищи. Поэтому многие, как Джерико Санфаэр, от этих проверок попросту отказываются. А если соглашаются, то эксперименты не всегда заканчиваются удачно, как в случае с Джасмухим. Да подлинно неизвестно, а манщица она или ее духовная составляющая просто не выдержала давление. А давление было и не маленькое. Дело не только в камерах, изолированном пространстве и врачах. Она согласилась на проверку, не совсем добровольно, так как ее обвиняли в смерти ее последователей. Обвиняли по полной программе, судом, процессами, защитой и прочими атрибутами. В таких условиях никаких высоких вибраций не могло быть и речи. Эксперимент заранее был обречен на провал. Что касается суда, Джасмухим оправдали, хотя случаи смерти от обезвоживания с ее книгами в руках действительно имели место. И это еще не раз говорит о том, что в истории с проноедением сознание и душа всегда должны идти впереди тела. Проноедические практики без осознанного к этому отношения опасны для здоровья и жизни. Даже суточное голодание на воде, которое рекомендуют в качестве еженедельной очистительной практики, в зависимости от вашего состояния, нуждается в консультациях врача. Что касается пронического питания, здесь у каждого свой путь. Но уж точно нельзя начинать этот путь просто так, без должной ментальной и духовной подготовки. Как правильно проводить сеансы насыщения биологической энергией Солнца? Вот краткое описание метода солнцеедом Манеком. Каждое утро на рассвете или каждый вечер на закате следует смотреть на Солнце в самый его центр. Стоять при этом босиком на голой земле. В первый день смотреть не более 10 секунд. Каждый день увеличивать продолжительность процедуры еще на 10 секунд. Таким образом, практикуя каждый день через месяц, время созерцания составит 5 минут. А через 9 месяцев 44 минуты. Это максимум. Дольше на Солнце смотреть нельзя. Второй важный момент в практике хождения босиком по голой земле. Как минимум по 45 минут ежедневно. Даже в те дни, когда не удалось посмотреть на Солнце. Во время хождения на Солнце не смотреть. Итого весь процесс перехода займет около 9 месяцев. После этого срока уже нет необходимости смотреть на Солнце ежедневно. Более того, это даже не рекомендуется. Следует делать это лишь время от времени, чтобы поддерживать высокий уровень энергии в теле. Длительность и частота сеансов солнцетерапии, усвоение солнечной энергии, разумеется, зависит от климата, в котором вы проживаете. Если вы живете в таком месте, где восход и закат нет возможности наблюдать ежедневно, то процесс, конечно, займет больше времени. Если вы пропустили несколько дней, не следует в следующий раз увеличивать продолжительность солнечной сессии. После долгого перерыва в несколько недель нужно даже сократить время созерцания Солнца. Для безопасности глаз очень важно закончить смотреть на Солнце не позже, чем через час после восхода. Вечером не раньше, чем через час до полного заката. Разумеется, нельзя смотреть на Солнце днем, особенно в полдень. В этом случае неминуемо повреждение тканей глаза. Также длительные солнечные сессии, предпринимаемые в беступенчатой подготовке, тоже могут спровоцировать ожоги тканей глаз. А такие травмы пока официальная медицина считается неизлечимыми. Умеренное облучение глаз солнечным светом есть часть естественного процесса взаимодействия с природой. И это необходимо для нормального функционирования тела и психики. Это связано в основном с функциями кожи, шишковидной железы и мозжечка. Многие так называемые хронические болезни пропадают, если человек перестает использовать солнечные очки и закрывать свою кожу от Солнца. И еще одно замечание. Практические солнцееды предостерегают от самодеятельности. Следует начинать под руководством опытного наставника, достигшего результата в праноедении. Для начала надо отказаться от мяса, перейти на вегетарианство, затем на его более жесткую форму веганства, исключающее всю животную пищу, в том числе рыбу, яйца и молокопродукты. Затем следуют этапы сыроедения, фрукторианства, питания только зеленью. Такой метод отказа от материальной еды, а затем и воды, должен носить индивидуальный характер. Добавлю лишь, что в мире зарегистрировано несколько голодных смертей, последователей праноедения, а число достигших успеха под большим вопросом. В любом случае быть немного солнцеедом не помешает каждому. Ведь солнечные лучи действительно несут ничем незаменимую пользу для нашего здоровья, запуская жизненно важные биохимические и вселогические реакции. Так, инфракрасное излучение расширяет сосуды и стимулирует кровообращение, а также улучшает обмен веществ, нейрорегуляцию и внутриклеточные процессы. Ультрафиолетовое излучение способствует синтезу в коже витамина D3, важнейшего прогормона. По результатам авторитетного исследования, его дефицит испытывают 80% населения северных районов нашей планеты. Витамин D необходим для поддержания здоровья костей, зубов, волос и ногтей, так как он помогает усваивать кальций. Недостаток витамина D крайне негативно оказывается на функциях иммунной, нервно-мышечной, сердечно-сосудистой, репродуктивных систем. Солнечный свет оказывает успокоительный и болеутоляющий эффект. Способствует снятию спазмов, ускорению регенерации и выработке гормонов счастья, серитонина и эндорфина. Конечно, нельзя забывать и об увеличении риска развития онкологии под действием ультрафиолета. Так что, принимая солнечные ванны, важно соблюдать меру. Особенно это касается светлокожих и белокурых людей, чья кожа и зрение могут быстро пострадать от активного солнца. Еще один нюанс в практике солнцеедения – это принцип осознанности питания. Солнцееды призывают начать вслушиваться в свои реальные пищевые потребности, менять их и при этом концентрируясь на тонких вкусовых ощущениях и реакциях собственного организма на ту или иную еду. Для начала стоит отказаться есть, если чувство голода не наступило. Такой осознанности можно пожелать практически всем, без последствий для здоровья. Трудно не согласиться и со следующим убеждением солнцеедов. Человек слишком много потребляет, нанося непоправимый ущерб экосистеме Земли. И сокращение потребностей людей способно принести пользу как самим отдельным индивидам, так и планете в целом. Необходима перестройка сознания, превращающая человека-потребителя в духовное существо, живущее в содружестве и гармонии с природой. Солнцееды показывают на своем примере вектор движения вперед для всего человечества. Переход к нематериальной пище – это только начало. А дальше перед человеком откроются новые горизонты. Тогда человек, возможно, сможет, наконец, достичь бессмертия. Движение солнцеедов во всем мире будет неизбежно распространяться. И дело тут даже не в мировом дефиците продуктов питания и их дороговизне. Это закономерная ступень эволюции человека, когда происходит перестройка всех систем обеспечения жизнедеятельности организма и раскрываются все удивительные возможности человека, которые сейчас мы не используем и на доли процента. Для человека будущего будут совершенно естественны и доступны левитация, телепортация, огромный срок жизни, вплоть до бессмертия и многие другие способности. Переход на солнечную пищу – это только начало трансформации человечества, а дальше последует бурное развитие новой расы на Земле, обладающей фантастическими возможностями и знаниями, которые, возможно, обладали уже жившие на нашей планете цивилизацией, но были утеряны. Солнцеедом, возможно, вскоре сможет стать любой, используя достижения наномедицины и генной терапии, преобразования человека в недалеком будущем на клеточном уровне, так что он сможет использовать хлорофилл или в качестве приставки к своему организму или непосредственно после соответствующего апгрейда. А пока скрытые возможности есть у каждого, надо только очень этого захотеть и шагнуть навстречу солнцу широко открытыми глазами и верой в свое истинное предназначение на Земле. Друзья, подписывайтесь на медицинский канал, канал Телеграм, ссылка на канал Телеграм есть в описании этого видео, а для того, чтобы подписаться на медицинский канал, достаточно просто нажать на красную кнопочку под этим видео. Желаю всем здоровья, до новых встреч на медицинском канале. Субтитры создавал DimaTorzok